Рекламно-информационная программа 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 Причем именно, что все снято в дикой природе, это видно, да, что вот это не постановочка, не в заповедниках, не в фотошоп, ничего, это вот живые отношения матерей и детей, так сказать, среди различных. Позвольте я прикоснусь. Конечно, придется позволить, да. Интересно, что вы... Мы, кстати, его разыгрывать сегодня будем. Да, но это мы потом уже объявим. Проект международный, участвует в нем 24 фотографа, это США, Франция, Италия, Испания, Германия, Россия, и уже сейчас не помню. Ну, в общем-то, 24 фотографа и порядка 10 стран. Я причем считал, что фотографы довольно-таки именитые, то есть там... Ну, один из чего стоит, Сережа Иванов, потому что Сережа Иванов привозили золотую черепаху, и его работы там были. Золотая черепаха, это уважаемый конкурс все-таки, фотографии известные всю Россию. Вот, и Сережа представлен в этом проекте тремя работают. И причем, допустим, вот этот логотип, который присутствует на брендбуке фестиваля, это маленький малыш-медвежонок убирается в лоб большого медведя-мамы с просьбой о том, чтобы она его покормила. Вот оригинал как раз. Вот оригинал. Вот я как раз тоже вижу. Да-да-да, и ты тоже видишь эту фотку, да? Это главная фотография в этом фестивале. Главная фотография? Да, в этом международном фестивале. Фотофотка, правда, изумительная совершенно, потому что вот это вот нигде больше не увидишь. Вы, Николай, тоже персонал, как я. Вы же знаете, что с искусством нужно какое-то время, чтобы понять, что хочет донести автор. Я увидел ее, мне она просто понравилась. А теперь я вот через три дня в нее влюбился. Я начал ее чувствовать. Не просто видеть, а чувствовать. Сергей Иванов назвал этот снимок «Мамка». Ну что ж ты такая упертая? Он просит ее, чтобы она его покормила. Она в этот момент, Сережа просто вчера рассказывала, она еще с ним играла. То есть, ну так вот, чтобы не сопротивлялась. Ну то есть, у него еще учебные занятия были, а он уже есть просил. Да. Ну, собственно говоря, у людей такие проблемы часто возникают. Интересно, где сделано это фото, в какой точке? Это сделано в России, в заповеднике, я сейчас не вспомню. Это какое-то Карское озеро, по-моему. Он сказал, что там была проблема. То есть, вы понимаете, вот фестиваль, я могу просто забыть, но очень важно об этом сказать. Он имеет, как бы, художника всегда есть метафора. У фотографов, это тоже фотохудожник, да, и у авторов проекта всегда есть метафора, если он не занимается настоящим искусством. Высказывание звучит следующим образом. О том, чтобы мы смогли полюбить мир и природу и зверей, которые в нем живут. То есть, почему-то на сегодня принято говорить, что вот ты ведешь себя как зверь. Я могу после вчерашней обширной экскурсии Павла Глазкова, биолога, кандидата биологических наук, полностью сказать, что люди ведут себя порой гораздо хуже, чем звери. Ну, гораздо хуже, чем звери, потому что волк ест тогда, когда он голоден. Он не ест больше, он не берет от жизни больше, чем ему надо. Допустим, лось может защищать своего ребенка против того, как на него, когда наплодает медведица или медведь, да, он может стоять до последнего, он жертвует собой, но будет отбиваться от медведя и может быть съеден и убит, защищая свое дитя. То есть, очень много примеров. Допустим, лис, они лучшие отчимы. То есть, когда умирает, допустим, настоящий отец в семье, лис, допустим, приходит, незнакомый из природы лис и начинает ухаживать до конца своих дней. То есть, до конца своих дней лис ухаживает за детьми не своими. И за, скажем так... Дмитрий, откуда у руководителя галереи прогресса такие опознания? Как же вчера целый лест. Изначально, в смысле, как и наше отношение к искусству. Мы синхронны с высказыванием Вертольд Брехта, это достаточно известный философ, он сказал, что все виды искусств на земле, они служат одному, величайшему из искусств, научить людей жить на земле. Поэтому этот проект абсолютно синхронен. Он как бы помогает прикоснуться к миру, в котором мы живем. Не надо забывать, что мы тоже часть этой дикой жизни, на самом деле, чтобы мы про себя не думали там, на самом деле мы вот такие живут. Здесь же прекрасная песня была Welcome to the Jungle. То есть мы живем в джунглях, несмотря на то, что мы ограничены стенами. Но стены города, они гораздо меньше, чем Бессмерт. Просто замечательный, восхитительный календарь материнства в дикой природе. Это формат А3, да, я не ошибаюсь? А3, да. А3, да, А3 формат. Соответственно, 12 месяцев, мы разыграем сегодня этот календарь. Слушайте, если он у вас появится, если вы его выберете, то по завершении года вы с ним не расстанетесь, поверьте. Нет, мне кажется, он на все остальные годы останется, потому что очень красив. До конца, собственно. Он просто как сам по себе, как произведение искусства. То есть это не отчисленник, где надо там цифру посмотрел и забыл, а это мне просто тоже очень красиво. Как раз суть проекта. Первый, конечно же, мы через красоту, допустим, да. У авторов проекта «Материнство в дикой природе» как раз метафора в том, чтобы люди с помощью экспозиции, выставки, с помощью экскурсии смогли полюбить животных, смогли полюбить природу. Потому что беспредела, вот мы сегодня общались с несколькими журналистами, которые делали материалы, посвященные экологии. Добежать охотники не только безмерно убивают, допустим, животных без лицензии, без всего, не боясь штрафов и так далее. Хочу уточнить в Китае, что за убийство панды смертельная казнь, расстрел сразу. И тигра сирийского, по-моему, если не ошибаюсь, смертельная казнь сразу, расстрел. Ну, красно-ктижное животное, да. У нас, представляете, охотники, идущие, как бы, может поднять на егера ружье и, как бы, даже вот не задумываясь, ну, может и пристрелить даже такие. А есть такие случаи, да. Егери рассказывают вот это. Есть такие случаи, да. То есть надо возрождать культуру, любовь к миру, к которому мы живем. Ну, и это вот одна из ипостасей, собственно, которая, по-моему, очень важна для нас. Начиная это с... Потому что в Европе такого нет. Вот вчера Сережа Иванов тоже, как бы, примерно где-то 30 минут посвятил рассказу ему тому, что как в Европе и как у нас. Ну, то есть надо заниматься... Взаимоотношения человека и дикой природы, да? Взаимоотношения человека и дикой природы. Как там это все наказывается? Как воспитывают детей? То есть это надо воспитывать с детских, прямо маленьких девушек. Доказание это второстепенно, в первую очередь, конечно, с измольства нужно... Ну, потому что невозможно построить столько тюрем для того, чтобы, ну, как бы, разумно было бы заниматься воспитанием и культурой, и образованием, в первую очередь. Я думаю, что в России, конечно, ну, очень много работы, дай бог, чтобы это произошло. Причем, если брать вот именно изначальные старые российские традиции, то вот этого варварства там не было. То есть человек именно жил, естественно, сколько ему нужно, он столько брал, больше нет. Конечно, так и было. Если брать вот историю российскую. Да. Да, а сейчас сознание, конечно, совершенно искаженное, как можно больше нахапать, заработать еще на этом. Заработать, конечно, это все, в принципе, управляет. Не, ну, главное действует, то есть, я говорю, что, главное действует, каждый из нас может наносить маленькую толику для того, чтобы немножко стало, чуть лучше как бы стало. Вот эти вот как раз люди, Павел Глазков, они этим занимаются. И Сережа Иванов в том числе, они вчера как раз выступали, ну, истинно от души. То есть, они говорят, перестаньте заниматься беспределом отношения животных, как бы. Ну, вот он вот как раз сказал, что в этом Карском озере, где он снимал, раньше приедешь и ждешь медведя, ну, как бы, очень долго. И если тебе повезло, ты можешь сделать один снимок, где-то он там за 300 метров от тебя прошел. Сейчас он туда, потому что, ну, как бы ужесточили закон настолько, что сейчас там, говорит, детский сад медвежачий. Мамы, дети, очень много, фотографируй хоть с утра до вечера. Медвежандия такая. Медвежандия, да. Детский сад для медведей. Да, слишком косолавый. Ну, и вполне оправданно, что возрастное ограничение ноль плюс. Ноль плюс, да. Это вот как раз, это как раз надо с детьми на эту выставку идти. Да. И взрослым, и детям вместе. Конечно. Ну, вот в этом суть проекта, что с детства, с помощью красивых фотографий, эмоций, можно получить посыл, что это часть нашей жизни. Ну, просто представил, что вот когда мать, да, с ребенком смотрит на эту фотографию, они ведь друг про друга очень многое начинают понимать. Не про медведя, а про себя. Представь, да? Да. И ребенок свою роль, и мать свою роль. Вообще человек может, это 50 минут, допустим, да, не зря, как бы, ну, время лекции там занимает 50 минут, после 50 минут человек начинает засыпать ее. А вчера, ну, минут, час сорок, наверное, час тридцать была лекция, все в одном дыхании, и когда закончилось, люди бы еще остались слушать. Настолько увлекательный, интересный внутренний материал. Ну, мы ведь все оттуда вышли. Так как раз это начали, мы никуда не вышли, мы частью остались, господи, ну что вы. Дмитрий Шиляев с нами, руководитель Центра современного искусства галерея «Прогресса». Небольшая традиционная пауза сейчас будет, после чего мы начнем розыгрыш. Озвучим те призы, которые у нас сегодня есть. Культ поход. Знаете что, уважаемые слушатели, у нас сегодня список призов аж на двух листах. Да, так что мы подготовились знамательно. И при том, сразу скажу, что то, что вот в списке призов, и то, что у нас на столе, это тоже призы, то есть они даже в список еще не вошли. То есть, на самом деле, у нас был бы он вообще пухленький такой сегодня, книжечка такая. Поехали. Драматический театр. Завтра, 20 января, «Поздняя любовь». 12 плюс, 5 часов вечера. Завтра «Поздняя любовь», хорошо. Да, завтра будет «Поздняя любовь». 26 января, «Дядюшкин сон», 6 плюс, прекрасный спектакль. Театр «Наспасская», 20 января, «Морозка», 11 часов, 6 плюс, и 27 января, «Два веронца», 16 плюс. Показ в арт-зале в нашем совместном проекте нашей радиостанции и колизея «Арт-зал». 25 января, четверг, 7 часов вечера, «Смерть Сталина». Это будет что-то. Это будет что-то. Это британская комедия. У нас есть одно место. Одно место. Да. Так что активно обычно наши слушатели пользуются этой возможности сходить на предпоказ. Так что советуем вам. Дальше книжки. Книжки, книги от магазина «Читай город» я уже держу в руках, хотя, опять же, не знаю, показывают нас или нет. Виктор Пелевин, «Айфак-10», новый роман «Антиутопия», предупреждение о грядущих временах и предпосылках к ним, существующих сегодня. Как всегда, едко, гротескно, грустно, противно, интересно. 18 плюс. Мишель Пастура, «Черный, история цвета». Очень красивая книга, да? Это продолжение смелого проекта французского историка об истории цвета в Западной Европе. Это яркое детективное расследование непростых отношений людей черного цвета. Павел Басинский, посмотрите на меня, «Тайная история» Лизы Дьяконовой, новое блистательное литературное исследование автора бестселлера «Лев Толстой. Бедство из Рая». Книга посвящена Елизавете Дьяконовой, автору знаменитого дневника русской женщине, активистке, зарождающегося в России женского движения. 16 плюс. 16 плюс, да. Максим Кантер, «Азарт», я уж так немножко на себя беру, «Остроумный, смелый, полный споров и аллюзий романа, попытки построить новый ковчег». 16 плюс. Ну и, как всегда, ко всем призам мы уже заранее говорим, что мы еще дарим такой магнитик. Нет, давайте поступим так. У нас же еще есть магнитики от Татьяны Павловны Дедовой, то есть с изображением ее. С описанием. С описанием, да, видов о вятке, набережной в Александровском саду, Александр-Анневский собор и так далее и тому подобное. Вот вы после того, как основной, так сказать, приз выберете, мы вам еще и в придачу дадим этот магнитик. А также магнитик у нас еще есть в детской природе. Вот вы выбираете. Выбирать будете. Да, либо вятка, либо материнство в детской природе. Вот. И у нас еще две книги про еду, что интересно, да. Вот одна из, от магазина «Читай город», это «Умный ген», называется книга Кэтрин Шенахан. «Умный ген. Какая еда нужна нашей ДНК». Доктор Шенахан излагает свою неожиданную теорию о влиянии питания на наш организм. Хотя, в принципе, еще что-то неожиданного, да. Очень красивая, классная книга «Умный ген». А вторая книга тоже про еду, она уже не от магазина «Читай город», да. Это совершенно такая книга, изданная у нас. Наши кировские авторы Инна Метельская, Шереметьево, Сусанна Никитина, Юнгблюд. Книга называется «Друг познается в еде». Для гурманов с разным карманом. Смачные рецепты, толковые советы. Множество прекрасных рецептов, плюс книга с автографом авторов. Вот так вот. Кстати, да, спасибо большое за предоставленные книги, ну, исключая последнюю, да. Магазин «Читай город», да, на Преображенское театро и торговый центр Крыма, перекресток Воровского и Ленина. Грядет 80-летие со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, 25 января, Татьянин день. И мы разыгрываем сегодня билеты на концерт, который состоится 25-го числа в ОДНТ, начало в 18.30. К нам приедет исполнитель из Самары, это Сергей Лысенко. Я накануне на YouTube посмотрел, что он исполняет. Ну, исполняет песню Высоцкого, разумеется, но как похоже, вот, очень, 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 очень хорошо стилизованно исполняет. Голос тембра, да, да, экспрессия. Это как бы, я бы не сказал, некоторые называют его пародистом, я думаю, что просто человек, который очень точно его копирует. Да, в общем, для поклонников творчества Высоцкого это такое очень-очень приятное событие. И, кстати, если вы хотите приобрести билеты на этот концерт, ну, кроме того, что их можно себе выиграть, вы можете позвонить по телефону 26 60 96. Ну, как всегда, у нас пригласительные билеты в художественный музей на прекрасную выставку «Большая картина». Она продлится до 11 февраля, так что уже пора бы уже сходить. Ну, и, конечно, раз уж у нас Дмитрий сегодня в гостях, пригласительная в галерею прогресса на новую нашу вот фото-выставку, о которой мы говорили, «Материнство в дикой природе». Календарь, еще раз напоминаю, можно себе выиграть. Так, отдельно, да, прекрасный, совершенно роскошный календарь. Ну, и та самая кепка, в которой я, собственно, начал программу. Прекрасная стильная кепка с надписью «Каждой твари по паре» и тоже с прекрасными силуэтами. Очень-очень красивая кепочка. Или календарь, в которой... Жаль, что я не могу отвечать сам на свои вопросы. Или календарь на 2018 год, в котором собрана как раз-таки работа. Еще открыточки можно... Татьяны Павловны и в придачу открытки замечательные. Пора играть, иначе ничего не успеем. Мы, вернее, в субботу побывали, наконец-таки, на выставке Татьяны Павловны Дедовой. И, вы знаете, очень душевно. Можно находиться там очень долго, и ассоциации возникают. В общем, очень душевно. Ядко могла бы войти в Золотое кольцо, если бы не было то, что произошло. Да, если бы не было того, о чем мы говорили сегодня в первом части. Как раз о том, как искажается наш, как рушится наш архитектурный облик. Ну что, поехали. Дмитрий, просим вопрос от вас. Можно я второй буду? Тогда музыкальный вопрос. Тогда музыкальный вопрос. Я сейчас попрошу включить небольшой фрагмент музыкальный. И тот голос, который мы услышим, этой девчонке сегодня могло бы исполнить 75 лет. А все остальное после фрагмента. О, лорд, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amens. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, о, лорд, won't you buy me a Mercedes-Benz? О, лорд... Это, конечно же, Дженнис Джоплин. Она родилась 19 века 43-го года. Прожила она жизнь короткую, но яркую. И вот это вот ее знаменитейшая песня. Это молитва. Это молитва. И очень специфическая по тексту. Очень красивая. Вопрос мой по этой песенке будет такой. Вот смотрите. В первом куплете этой песни, да? Автор. Автор этой песни, Дженнис Джоплин, просит у Господа Бога Mercedes-Benz. Там четко слышно. Так и называется Mercedes-Benz. А то все друзья на Porsche ездят. А у меня вот такая ерунда. Во втором куплете она черта времени просит цветной телевизор. Color TV, да? А то тоже вот скучно жить. А здесь еще третий куплет. И вот вопрос такой. Что же у Господа просит Дженнис Джоплин в третьем куплете? Три варианта ответа. Гулянку на всю ночь. Минуту покоя. Или просто хорошего друга. Вот тот, кто правильно ответит, тот получит что-то из наших прекрасных призов. Хорошего друга в смысле вторую половину или нет? Хорошего друга я не знаю. Ну, друг. Ну, может быть. Можно все три права поддержать. Все что угодно. Она конкретно говорит, что вот я хочу, о, лорд. Как вы думаете, что тут подойдет больше всего? Вот, и, кстати, у нас довольно-таки, видимо, много знатоков. В первом куплете. Добрый день. Здравствуйте. А, как вас зовут? Наталья. Наталья. Мог бы не спрашивать, мы вас уже сдаем. Так что же спросит Дженнис Джоплин в третьем куплете? Я думаю, что, наверное, хорошего друга. Мы не слышали вашего варианта ответа. У вас осталось ровно два. Гулянка на всю ночь и минута покоя. Вот. Что тогда? Минута спокойствия. Вот, вам сегодня не повезло. Вам сегодня не повезло, Наталья. Увы, мы не можем отступать от наших правил. После двух ответов, да. Звоните еще, звоните еще. Звоните еще. Сейчас пока вот счастливчик, который наберет наш номер следующим 211-101 и правильно скажет, что же она просит у Господа Бога, тот получит на следующий приз. То есть все банально получается? Все банально, конечно. Но это все... Не забывай, что это ведь песня отчасти пародийная. То есть она показывает травы того времени, да. То есть, конечно, она бы сама попросила хорошего друга, с этим у него были большие проблемы. Того времени 60-е? Да, 60-е годы. Это начало общества потребления Америка и так далее. Добрый день. Она ушла из жизни еще. Добрый. В 70-м году. Здравствуйте. Здравствуйте. Убавляйте приемник, пожалуйста. Немножко потише сделайте приемник, чтобы не было фона. И вы должны четко сказать, что попросила у Господа Дженни Зоплин третьим куплетом. Гулянку на всю ночь. Совершенно верно. Напомните ваше имя. Да. Знакомый очень. Андрей. Андрей, да. Вы участвовали, да, у нас уже в Кусте? Да, да, да. Ну, вот что хотите получить? Андрей, вот из этого вот изобилия призов, которые у нас есть, что бы вы хотели получить? Очень хочется Телевина, но выбрал Пастура. Ну, ну кого? Пастура. Чертный свет. Мишель Пастура. Ну, это просто роскошная, красивая книга, вы правы. Мы вам в придачу еще можем подарить магнитик, либо что-то из серии работ Татьяны Павловны Дедовой, пейзажи, виды нашего города. Либо что-то из серии материнства в дикой природе, очень красивая фотография. Выбирайте. Давайте из серии Дедовой. Конечно. Я бы тоже так сказал. Хорошо. Не кладите, пожалуйста, трубочку. Не кладите трубочку, объясняйте, как получить ваши призывы. Уважаемые слушатели, те, кто будет звонить далее по 211-101, ну, помните, пожалуйста, перед тем, как общаться, начать с нами. Убавьте, пожалуйста, радиоприемник, иначе вот такой. Эхо на эхо. Эхо на эхо. Эхо на эхо. Да. Дмитрий, вопрос. Созрел? Ну, честно говоря, вот еще думаем. Хорошо. Хорошо. Володя. У нас обычно вопросы разные, из разных сфер, из разных областей. Я помню о том, что сегодня крещение. Дозвонитесь, расскажите какое-нибудь крещенское гадание. Вот как вы гадали, если вы человек уже взрослый, вот какие гадания были раньше? Ну, раз, крещенский, вечерок, девушки, гадали. Да, дальше не было. 211-101. Гаданий очень много. Много. С использованием разных вещей. Совершенно. И так далее. Давайте напомним друг другу, что есть вот такое гадание, есть такое, ну, помните, самое распространенное, выйти девушке за околицу в крещенскую ночь, бросить вальнюю. Не будем говорить, что. Вальнюю. Вот зачем ты сразу, да. Ну, вы можете продолжить, зачем бросать, и что это все значит. Ну, давайте вспомним нашу историю. Какое-то крещенское гадание, да, напоминаешь? Да, мне кажется, это не такая уж и история, потому что, насколько я знаю, молодые люди сейчас активно гадают. Вот в это все. Да, напомню, что через 35 минут, чуть побольше, начнется программа «Союз нерывшимый», где мы будем говорить как раз о православном крещении. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Олег дозвонился. Это Олег, да. Да, мы узнали вас. Ну что, давайте вспомним какое-нибудь гадание крещенское. Есть такое гадание, я, правда, не увидел, что оно именно крещенское, но люди садились вокруг блюдечка, на листе бумаги писали алфавит, и в центр ставили блюдцы. Все протягивали руки к нему, по кружку садились, и в какой-то момент блюдце должно двигаться и останавливаться около буквы. И складываться какое-то слово. Вот таким образом люди гадали раньше. Я тоже, конечно, не уверен, что это совсем крещенское, но это точно гадание. Но это гадание, да. Точно гадание, да. Ну что ж, я думаю, надо зачитывать ответ, Олег. Да, хорошо, зачитали. Выбирайте же приз. Если можно, календарь. Какой? Какой из двух? У нас два. Дикая природа и вятка. Давайте дикая природа. Материнство в дикой природе. Жел, такой красивый, Олег. Вы просто везунчик, вы, поверьте, не расценитесь этим календарем просто никогда. Правда, очень красивый календарь. Ну а в придачу мы тогда вам дарим магнитик с рисунком Татьяны Павловны Дедовича. Да, да. Два в одном. Да, два в одном. Прекрасно. Не клоните трубочку, вам объяснят, как получить ваш подарок. Ну что, у нас реклама подошла, да? Давайте прервемся. Да, и дадим еще Диме подумать над его вопросами. Прервемся и будем продолжать розыгрыш. Отлично. Культпоход. Продолжается культпоход. Дмитрий Шелеев у нас в гостях, руководитель Центра современного искусства, галерея «Прогресса». Вопрос созрел. Созрел. Для нас как-то важно, чтобы мы сами учимся в первую очередь всегда, да? И вот узнаем какие-то интересные факты. Благодаря Татьяне Павловне Деду, выставке, которая сейчас, кстати, проходит тоже в малых залах, хотел бы задать следующий вопрос. Какой художественный музей был открыт в Вятке в 1910 году? Подсказка. Кто создатели и энтузиасты этого музея? Члены Вятского художественного кружка, среди которых художники Воснецовы, известный в Европе фотомастер Сергей Лобовиков, искусствовед Николай Машковцев. Да. Не перечисляй, по-моему, уже нам готовы ответить. А вопрос в чем? Какой музей был открыт в 100 лет назад? Художественный музей. Дмитрий уже сказал. Мы сейчас просто давай это узнаем. Мы много раз говорили об этом. Ну так, ну что ж, вопросы, вопросы, люди уже звонят. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Андрей. Андрей. Я думаю, что музей художественный. Музей художественный. Имени? Ну, сейчас он Воснецовых, а раньше-то я не знаю, как назывался. Ну, это особняк называется, Репинский особняк до сих пор, да, вот такой вечно ремонтируемый. И надеемся, что когда-нибудь, который будет отреставрирован. Да, да, простой и достаточный вопрос. Ну, так а что ж в этом плохого? Выбирайте приз. А можно в драмтеатр? В драмтеатр можно. Почему ж нельзя? Нужно. А куда? Там завтра, либо 26 января, когда вы спали? Нет, можно завтра. Завтра, 20-го в 17.00, поздняя любовь. Вам 12 лет есть? Нет, мне уже больше, конечно. Вам уже больше, конечно, я там так сказал или нет? Конечно, все. Без проблем. Андрей, вы еще... Не кладите трубочку, да? Подождите. Выбирайте в придачу магнитик, материнство. Материнство? В дикой природе. В дикой природе. Либо Татьяна Павловна Дедова. В Янской губернии. Нет, лучше сам Дедову. Дедову. Хорошо. Договорились. Не кладите, пожалуйста, трубку. Вот здесь как раз мы смотрим на все эти сувениры. Все, вот я подумал. Смотри, вот Дима, галерея, конечно, это прекрасная вещь, когда она открывает выставки, проводит все, но у тебя у нас же постоянно действующая точка, да? Я постоянно вот людям, которые к нам приезжают очень часто, они же хотят какую-то память увезти о нашем городе, да? Они начинают ходить по лавочкам и все прочее, прочее, сталкиваются с тем, что выбор не очень велик. Либо вещи какие-то очень дорогие, авторские, да? Вот, которые, ну, они на самом деле стоят уже, как произведение искусства. Либо совсем уж... Я смотрю, ведь у вас же постоянно очень большая вот представлена такая экспозиция вот таких вот, как сейчас говорят, хендмейт, там, рукодельных вещей, сделанных вятскими мастерами, каких-то небольших вот таких вот даже вот магнитиков, да, где вот вятская губерния уникальная совершенно, и само изображение, и все. У вас ведь много такого всего там. Давайте эту сторону. Да, давайте об этом поговорим. Что интересно, в будущем, я немножко издалека начну, допустим, да, то есть вот эпоха индустриализации, и эпоха индустриализации, как бы, для России завершена. И экономисты говорят, что третье десятилетие — это эпоха, как бы, продажи и покупки впечатлений, в хорошем этом смысле, да? Это искусство, это культура, это индивидуальность. Это касается даже любого регионального города, ему необходимо будет искать индивидуальность, и, собственно, в этой индивидуальности находить какие-то элементы для того, чтобы черпать из этого экономическую поддержку. В том числе, это сувенирка, конечно же. Безусловно. Штампованные вещи, они, наверное, могут быть, потому что они еще более доступные, да? То есть я никогда не говорю, что это совсем плохо. Есть, как бы... Нет, ну, понимаешь, покупать в памяти в каком-то незабываемом месте штаповную вещь — это уже не совпадает. Ну да, ну, лучший враг хорошего, как говорят китайцы, да, в этом отношении. Поэтому важно, для нас важно, чтобы художник, который делает экспозицию, выставку в нашем пространстве, мог немножко заработать, мог сделать себе рекламу. А люди, которые приходят на выставку, я, допустим, не могу себе позволить купить некоторые картины, а очень хочется. Они очень хочутся. И поэтому как бы сувенирка — это решение. Ты берешь магнитик и вешаешь в себе как напоминание. Вы знаете, древние люди, они более внимательные были к миру, чем мы с вами, да? Они окружали себя какими-то картинками, вещами, которые в трудный период жизни, когда шторм внутри и вовне идет, он помогал прийти в состояние штиля. То есть вот какой-то образ некий, он напоминал им о том, что все хорошо, и это тоже пройдет. И поэтому вот как бы сувенирка авторская, она чем отличается от поточной? Она живая, она дает эмоции, она дает душу, она передает состояние художника, она доступна. И это прекрасно, что есть авторские вещи в пространстве. Вообще как бы в мире есть такая вот практика, это как бы золотое правило. Как живут площадки во всем мире, музеи и галереи? Это 30% от входа собирают деньги, 30% помогает государству, 30% помогает бизнес, а 10% как раз всей культурной площадки зарабатывают с помощью продажи сувенирной продукции. То есть говоря прагматическим языком, то есть ты материализуешь эти эмоции, полученные на выставке, на мероприятии? Я называю это, знаете, как Владимир, это более глубокое, вот все сувенирная продукция, вообще какие-то подобные вещи, это более глубокое погружение в материал, в мир художника, который он транслирует на выставке. Задача... Да, я понимаю, это более глубокое. И тем более это можно с тобой унести, оставить впечатление на всю жизнь, положить в карман. Иногда это важно. В этом как раз ключе хотелось бы сказать, что вот галерея прогресса, я говорю, на самом деле, вот ребята, если вы к нам приехали в город, да, конечно, выбор огромный везде и всего, но зайдите на Горького 5, пусть это не расценят за рекламу, да, посмотрите, там очень богатый выбор вещей, сделанные жителями нашего города в том числе, художниками, мастерами фотографии, там, мастерами чего-то еще, да, совершенно разнообразные. И вот именно это индивидуальные вещи, что очень ценно. Это память, а индивидуальная такая память о нашем городе. Что интересно, один из факторов, как бы обратным связям очень много положительных, иногда мама покупает своим детям, которые живут и работают в Москве и в Петербурге. Потому что дети заказывают, говорят, мама, сходи, купи и привезли мне, пожалуйста. Это хорошо, это прекрасно. Это прекрасно, безусловно. В общем, не забудьте про галерею прогресса, если вы собираетесь поехать куда-то, да, и привезти какую-то глядские сумминиры, да. Чтобы память осталась от этой встречи. Либо приезжают из других городов, из других стран. Это очень удивительная и неклавное, что неповторимая вещь. Никто больше этого никому не подарит. Может, это звучит философски, да, но как бы самое главное, что в каждом индивидуальном каком-то авторском произведении, изображенном на кружке, на магнете, есть душа. Безусловно. Как раз мы об этом и пытались сказать. То, что отличает это от потока. Да. Потому что это индивидуальная личная вещь. Давайте продолжим. Ну что, значит, опять немножко музыки, да. Ну и еще немножко Дженнис Джоплин. Это одна из самых знаменитых песен. Вот, записанная с группой, с таким длинным названием Big Brother and the Holding Company. С группами, конечно, Дженнис не везло. И с личной жизнью не везло. Она была слишком яркая фигура, да. Любые даже супермузыканты в ее окружении становились просто аккомпанирующей группой. Никому это не нравилось. Поэтому было все очень сложно. И в личной жизни она была очень такая женщина, которая, знаешь, как называли, интересно ее называли. Это секс-символ в неожиданной упаковке. То есть она не была красавицей. Она далеко была не красавицей, да. Но она реально была в то время секс-символом Америки. И считалась, и сама себя считала. Но, тем не менее, в личной жизни были все очень сложно. А я считаю, несмотря на это, она была одинока. Да, она была одинока. Она дружила, ее близко дружила с очень многими известными людьми того времени. Но вот она была, правда, слишком яркая, слишком необычная. И мало кто мог с ней ужиться. Но я о другом. Дело в том, что она в детстве, как все положено, пела. И в церковном хоре. Мама у нее пела хорошо, все нормально. Но когда она впервые вышла на сцену, она поняла, в чем тут кайф. И она именно выделила один из музыкальных инструментов, который, собственно, создал ей весь кайф. Вот это вот эстрадного исполнения. Тогда еще и как бы такая поп-музыка была. Вопрос такой. Это был электроорган, который я так впечатлил. И потом всю жизнь впечатлял. Это была гитара. Ну, или это была, скажем, бас-гитара, да. Про которую есть одно хорошее очень высказывание у Джанис Джоплин. То есть электрогитара и бас-гитара. Да. Ну, это же разные такие инструменты, разные функции у них. То есть электроорган, гитара или бас-гитара. Самый любимый, самый вдохновляющий инструмент Джанис Джоплин, то ответит, получит наш следующий приз. 211-101. Давайте. Пять минут остается, у нас все больше. Да, я думаю, люди довольно быстро ответят. Тем более желающие... Потому что мы немножко притормаживаем, конечно. Ну, просто хочется поговорить. Так хочется. Ты слушай столько красиво вокруг. Я имею в виду, притормаживаем с розыгрышем. Но действительно, очень красиво. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это у нас... Светлана. Светлана, да. Светлана, Светлана. Ну, что вы думаете? Варианты-то гитары или электрогитара, да? Нет. Электроорган, гитара, ну, естественно, электрогитара. Либо бас-гитара. Ну, давайте гитара. Мы, опять же, не слышали вашего первого ответа. Осталось бас-гитара и электроорган. Бас-гитара. Совершенно верно. Понимаете? Потому что это такой довольно необычный звук для 60-х годов. Уже электрический, да? И она про него сказала, как заряжающий энергией бас. Это почище, чем с любым мужчиной. Вот так вот. Вы совершенно правильно ответили. Бас на мужика прям? Понимаешь, не сложилось жить, что так, да. На мужиков променяла на бас. И не прогадала, кстати. Светлана, что вы выбираете? А вы сказали, арт-зал 27-го, а он же 23-го. Он будет 25-го, Светлана. 25-го. Перенеслось, не по нашей, так сказать. А, которого будет? 25-го. Смерть Сталина 25-го в четверг в 7 часов вечера. 25-го. Так я уже выигрывала. Значит, вы выигрывали, так вам зачем еще-то раз? Не надо. А вот календарь-то обыкновенный? Календарь еще. Почему он? Он не обыкновенный, вы знаете. Календарь большой форматный, на стену с картинами Дедовой. У нас остался. Татьяна Дедова, виды старой вятки. Виды старой вятки. Все, договорились. И в придачу получаете календарь к материнству в дикой природе. Так, принимайте, наш редактор, звонок, общайтесь. А ты задавай задание. А я про крещенские гадания. Кто про что? 211-101, на наш взгляд, мы не слишком крещенское гадание-то вспомнили. Давайте старое гадание. Расскажите нам что-нибудь про крещенское гадание. Не что-нибудь, а конкретное гадание. Озвучьте, пожалуйста. 211-101. Я тут прочитал, какое-то новомодное крещенское гадание придумали. Гадание на лифте. Заходишь в многоэтажный дом, где-то там посерединке этажей. И загадываешь желание. Если вдруг кто-то вызвал лифт, нажал на кнопку, и лифт поехал вверх, желание сбудется. Если поехал вниз, желание не сбудется. Вот черным по белому читаю сейчас. Ну, очень собак. Кстати, надо попробовать сейчас многоэтажных домов. Давайте вспомним одно из крещенских гаданий. Ну, я уже вот несколько минут назад начал буквально девиться, бросается. Так погоди, да я начал. Раз, крещенский вечерок, девушки гадали. Там это же мы в школе учили, балладу Жуковского. Ну что вы. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Лена. Лена, давайте нам гадание какое-нибудь. А у меня вот есть такое гадание. Оно даже как бы и сейчас есть дома лежит. Вот называется Илья. Это, значит, по порядку списки написано. Ну, там какие-нибудь, ну, там жених или что-то такое, ну, всякие такие. И вот пишешь, значит, на бумажечке номера от одного до шестидесяти. И потом бросаешь, ну, как в этот, в пакетик. И эти достаешь и читаешь, что тебя в этом году ждет. Вот это делают на крещение. Очень похоже на игру в фанте. Ну, здесь много всяких разновидностей, вот подобного там. Ну, да, да, да. Символы какие-то достаешь потом. Ну, да, вполне себе гадание. Хорошо, с крещением вас поздравляем. И что хотите еще? У вас также. Да, спасибо. Что хотите у нас взять? Можно на Высоцкого? Да, пожалуйста, конечно. Конечно, без проблем. На Высоцкого 25 числа у ДНТ 1830. Я, конечно, вернусь, называется программа. Сергей Лысенко из Тамары. Да, 6+, 266096. Это номер для тех, кто желает приобрести билеты. Успеем еще? Успеем еще? Я спрашиваю звукорежиссера. Нет, уже не успеем. Ну что, что-то подводим итог. Во-первых, изумительная выставка материнства в дикой природе, открывшаяся в галерее прогресса на Горьково опять только вчера. И продлится все это дело до конца февраля. Да, все правильно. До конца февраля мы вас приглашаем туда. И еще раз напоминаем о том, что галерея прогресса то самое место, где вы можете частичку души в виде... Частичку коллективной и вятской души. Вот так бы я сказал, да. Частичку души коллективной и вятской можете получить в виде какой-то сувенирной продукции. Там очень много, очень много. Интересно. Забрать с собой в любую точку мира. В любую точку мира. А я, с позволения Димы, вот эту прекрасную шапочку каждой твари по паре. Я вот, ну, я думаю, все-таки заслужил Дима. Она мне так и так... Вы как труженик рок-н-ролла, Николай. Безусловно заслужил Дима. Уважаемые слушатели, я вот не ответил на свой вопрос ни на один, но я вот просто не могу без этой кепочки жить. Стильная очень кепка. Да, очень классная кепка. Я обязательно в ней буду появляться на всех публичных мероприятиях. Вспоминать об этой прекрасной выставке. Спасибо большое. Всем еще раз хорошего дня. Дмитрий Шулеев, руководитель галереи прогресса. Спасибо вам. Да, спасибо. До новых встреч, Дима. Не прощаюсь. Еще раз напомню, что союз нерушимый через 20 минут. А я появлюсь в понедельник. Все. Культ Пахвод.